друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому рецепту и сегодня мы с вами будем готовить классный соус мне тут сказали что 20 января отмечается день любителей сыра и поэтому соус у нас будет тоже из сыра из вот такого вот сыра с голубой благородной плесенью он классно сочетается с мясом с мясным стейком просто божественно получается такой домашний ужин на уровне ресторанного а еще его можно подавать например к сухариком из черного хлеба или даже просто к овощам этот соус конечно не будет стоить 3 копейки но его можно приготовить на праздник или на ужин выходного дня нам понадобится сам сыр с голубой плесенью сорт можно брать любой какой вам больше нравится молоко или нежирные сливки французские травы мускатный орех и маленький кусочек сливочного масла рецепт максимально простой мы с вами открываем сыр кстати вот просто есть его не очень люблю но соус должен быть вкусный сыр открываем и нарезаем на произвольные кусочки нарезанный сыр мы с вами перекладываем в ковшик или кастрюльку с толстым дном здесь обратите внимание что дно обязательно должно быть толстая потому что когда мы будем варить соус ему не нужно давать закипеть а если кастрюль будет с тонким дном то соус закипит и может не получиться отправляем сыр и ставим на плиту включаем плиту на минимальный огонь на самый-самый маленький на самую маленькую комфорку добавляем кусочек сливочного масла смотрите я добавляю масло потому что я использую молоко она у меня жирностью 32 процента если вы например берете сливки 10 процент это масло можно не добавлять теперь добавляем а к сыру примерно 50 миллилитров молока у нас здесь 200 миллилитров мы добавляем совсем чуть-чуть сразу же кладем французские травы здесь у меня смесь вы можете использовать любые ароматные травы которые вам больше нравятся например просто положить розмарин или базилик я кладу примерно половину чайной ложки и немножечко мускатного ореха теперь мы с вами готовим наш соус на минимальном огне перемешиваем периодически я использую такую вот силиконовую лопатку не даем соусу ни в коем случае закипеть ждем когда сыр у нас растворится в молоке и добавляем остатки молока вот посмотрите мы варим соус буквально минуты у нас уже половина сыра растворилась теперь можем добавить еще немножко молочка и дальше варим продолжаем помешивать смотрите у нас весь сыр растворился и в принципе он уже готов здесь есть нюанс если мы будем использовать этот соус как подливку или например для запекания какой-то там курицы рыбы шпината изо всего чего угодно его можно оставить жидким если мы хотим получить более густой соус если у нас сразу таким не вышел можно добавить кукурузный крахмал в принципе густота соуса в том числе зависит от жирности молока или сливок которые мы добавляем от качества самого сыра мне вот соус получился достаточно густой ой достаточно жидкий наоборот и поэтому я добавлю немножко кукурузного крахмала этот лайфхак действует вообще со всеми соусами это я еще добавила только 100 миллилитров молока и 100 миллилитров у меня осталось поэтому в остаток молока я добавляю столовую ложку кукурузного крахмала молоко при этом у нас должно быть холодное и теперь мы берем вилочку и хорошенько крахмал перемешиваем снова включаем соус на медленный огонь тонкой струйкой вливаем молоко с крахмалом и постоянно помешиваем теперь варим помешивая наш соус на маленьком огне также не даем закипеть варим до нужной степени густоты и затем огонь выключаем посмотрите у меня соус загустел до такой вот консистенции и теперь я огонь выключаю переложу его в красивую баночку и дам остыть кстати этот соус во многих точнее по многим блюдам рекомендуют подавать теплым но я думаю что в холодном виде он тоже очень вкусно смотрите вот такой классный у нас получился соус он достаточно густой и но в то же время не такой густой как например жирная сметана такой приятной консистенции и теперь давайте его попробуем шикарный мне кажется с мясом он будет просто божественно сочетаться запах у сыра дорблю конечно так себе его ценят только любители сыра у меня например муж любит его есть но пока я варила соус он сказался что запах просто не очень хороший неприятный а мне наоборот хотя я обычно сыр дорблю в сырной нарезке не ем но соус мне никаких неприятных обонятельных ощущений не вызвал и по вкусу тоже мне очень нравится думаю что любителям такого сыра соус придется точно по душе готовьте такой соус пишите ваши отзывы и подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому рецепту пока извиняюсь